В 1899 году Илья Репин купил участок и финский домик в поселке Коколо и стал одним из зимогоров. Так тогда называли горожан, оставшихся зимовать на дачах. На рубеже веков бегство из шумной сырой столицы загород стало настоящим трендом. И здоровью полезнее, и кошельку легче. Как писали тогда в рекламе, чем за квартиру чужую денежки вечно платить, зимнюю дачу большую можно в рассрочку купить. Развитие этой территории произошло благодаря железной дороге. Здесь всего 2 километра дистанции, поэтому это такой был короткий путь. И вспоминают, как встречали там Репина, идущего на железнодорожную станцию. Вечером и спрашивали, вы куда, Илья Ефимович? Он говорит, на лекцию по древнему Египту. И потом возвращался поздно вечером. Одним из зимогоров был сосед Репина, инженер Стаценко, который помог художнику решить вопрос со стеклянными крышами над балконом и мастерской, пристроенными к одноэтажной финской даче. Это же сложная инженерная задача, чтобы это не текло, чтобы снег сходил под определенным углом, не продавливал стекла. Это ноу-хау. А как известно, Илья Ефимович очень любил всякие разные такие новшества и нововведения. Новшеством, ставшим в России в начале 20 века настоящим поветрием, было безубойное питание. Повсюду открывались вегетарианские столовые, появлялись добровольные общества. Отказался от мяса и Репин, благодаря своей последней спутнице жизни Наталье Нордман, которая не просто проповедовала растительную еду, но и написала поваренную книжку. По словам Корнея Чуковского, многие приезжали к Репину не столько для того, чтобы побывать у него в мастерской, сколько для того, чтобы отведать его знаменитая сена. В центре стола Круглого всегда стояла репа, и это было символом дома. Что касается первых блюд, они славились тем, что бульон состоял из отваров трав, собранных самой Натальей Борисовной на территории Кокколы. Этот отвар заправлялся овощами и считался очень целебным первым блюдом. Но целебность была не главным для русских вегетарианцев. Один немецкий журналист заметил – в русском народе много идеализма. Здесь смотрят на вегетарианство не с гигиенической, как у нас, а с идейной стороны. В пенатах из идейных соображений отказались и от помощи прислуги. Переступив порог этого дома, гость должен был обслуживать себя сам. Прогрессисты Репин и Нордман по воскресеньям устраивали у себя в парке или гостиной гуляния для всех сословий, на которых читали лекции на самые разные темы, пили чай и слушали музыку. Однако, если для Натальи Нордман, дочери адмирала, демократичность была признаком МНСП, то для крестьянского сына Ильи Репина – самим естеством. Как и модный в то время неорусский стиль. Но грянувшая революция сочла русскую культуру пережитком прошлого. А великий русский художник стал эмигрантом по неволе.